Ну, для начала я просто обязан это сделать, как вы догадываетесь. Сами понимаете, с чего я обязан начать сегодняшний выпуск. Не челкаясь, не челкаясь, товарищи. О, у меня даже эхо заработало. Сейчас я эхо выключу. Да, эхом был я сам. Всех приветствую. Воронеж с нами. Надеюсь, Курск тоже. Такой подарок к нам, к празднику, действительно сделан. Я предлагаю начать по принципу, кто первый встал того этапки. То есть для начала, так как сегодня опрос просто неизбежен. Я вижу в вашем чате огромное количество версий, уже возникших по поводу того, что же произошло с Пригожиным. И я задам этот вопрос, ровно сформулирую его так, как когда-то в августе 2000 года Ларри Кинг спросил у Путина. Он тогда спросил, что случилось с подводной лодкой Курск. И Путин ответил, она утонула. Поэтому сегодня я спрошу у вас, дорогие зрители, что случилось с Пригожиным. Только не отвечайте, что он утонул. Ответ на вопрос, всякие разные версии. Секундочку, я сейчас начну этот опрос вписывать в телеграм-канал, естественно. А как без этого? Как вы знаете, в телеграм-канале, ссылка на который внизу в описании, можно будет ответить на этот вопрос. Так мы выясним нашу народную версию. Что случилось с Пригожиным? Ладно, он утонул, будет последней версии. Первая. Сбило ПВО по приказу Путина. Я сейчас сначала впишу очевидные версии. По приказу Путина. Сбило ПВО без приказа Путина. Дальше. Взорвали украинские спецслужбы. Украинские спецслужбы. Самолет сломался. Самолет сам упал. Теперь у меня еще есть версия, которую я точно знаю. Его убили еще два месяца назад. Если у вас есть другие версии, прошу их сейчас озвучивать. Как ему ответили? Так, где бы сбило ПВО без приказа Путина. Да, это я уже писал. Вы знаете, как на свадьбе должно быть. Если вы знаете что-нибудь о смерти Пригожина, вы должны либо сказать сейчас, либо молчать во веки веков. Так, насрать, что случилось. Ну, тоже версия, понимаю. Жив и здоров. Вот, жив и здоров. Правильно, это версия. Спасибо. Мы ее впишем тоже. Жив и здоров. Жив и здоров. Еще версии. Мне нужны более-менее реалистичные. Кто первый взлетел, того и ракета. Ну, инсценировка, он живой. Да, вы написали жив и здоров. Это правильно. Взорвали самолет спецслужбы. Я написал. Погиб двойник. Пишу. Погиб двойник. Погиб двойник. Еще что-нибудь будет у нас? Потому что последний ответ будет у меня. Он утонул. Ну, потому что такое тоже должно быть. Был в другом самолете. Пишу. Был в другом самолете. Еще версии. Еще солнечный удар. Это смешно, конечно. Теракт на борту. Ну, да, я это написал как бы. Пригожин был в другом самолете. Да. Фарс чекистов. Он давно убит. Это я написал. Очередной цирк. Ну, да, смешная шутка. Ты просто уже как бы не впишешь в серьезные версии. Месть утки, ну, от Пригожина. Да, смешно. Нарушил правила безопасности. Сбой системы ПВО. А вот это хорошая версия. Правильно. Сбили, приняв украинский беспилотник. ПВО сбило по ошибке. ПВО сбило по ошибке, приняв за беспилотник. Ну, потому что эта версия хотя бы действительно имеет право на жизнь. Маловероятная, конечно. Вот. Приняв за беспилотник. Сколько еще? А, ну все, он утонул. Он утонул. Он утонул. Все, версии закончились, так что их всего может быть только 10. Я все использовал. Так что у вас есть возможность проголосовать, выбрать версию. Я потом буду озвучивать в том числе и то, что вы скажете. Но на самом деле сегодня разговор-то будет серьезный. У нас сегодня действительно поминки по Пригожину. Ну, а на самом деле поминки по Пригожину – это, конечно же, поминки по целой эпохе. И хотя сейчас родилось огромное количество шуток на эту тему, мемчиков на эту тему, я некоторые из них даже сразу вам озвучу, чтобы два раза не вставать. Я только что один придумал сам, значит. Во-первых, такая история, что кто-то написал, ну, из этих более-менее официальных телеграм-каналов, что погиб Пригожин, вместе с погиб убитый Пригожин и его правая рука. Ну, они имели в виду, естественно, этого Уткина. А я подумал, что если убит Пригожин и его правая рука, то левая рука цела и еще отомстит Путину за это. А почему бы действительно нет? Пригожин Шрёдингера. Да, понимаю. Итак, ждала ваш эфир, пишет Джо. Спасибо вам большое. Могли организовать и его сослуживцы? Могли, но его сослуживцы уже говорят, что они пойдут теперь на Кремль, будут штурмовать Кремль. Это тоже интересная версия. Сейчас попрошу всех, кто готов это сделать, поставить лайк, чтобы привлечь побольше зрителей, потому что есть множество у меня версий, рассказов интересных на эту тему. А, как вы догадываетесь, стрим неожиданный, и без ваших лайков просто он не привлечет достаточно много внимания. Мы будем обсуждать... Итак, что будем обсуждать? Погиб Максим, да и фиг с ним. Расскажу, Анна, что мы будем обсуждать в таких ситуациях, что обсуждается. Обсуждаются версии, обсуждаются последствия, обсуждается, в чем нам это выгодно, и в чем нам это не выгодно. Может ли это, например, привести к остановке войны или, наоборот, разгоранию войны? Как на это отреагирует Запад, как на это отреагирует Восток? Здесь много вопросов. Вот на это я и хочу сегодня ответить. Дело в том, что я об этом действительно долго думал. Не только сегодня, а в принципе. Потому что я действительно могу гордиться тем, что многие вещи я в достаточной степени о них предсказал. Самое страшное предсказание, я сейчас его озвучу, которое сбылось. Оно самое невероятное, самое фантастическое. Но оно было. И зрители моего канала хорошо его запомнили. Почему они его хорошо запомнили? Потому что там были некоторые вопросы, связанные с грамматикой. Интересно, хотя бы один из вас сейчас вспомнит, о чем я говорю. Как вы думаете, о чем я сейчас говорю? Что сегодня за такое необычное... Кроме того, что сегодня день украинского флага. Что завтра у нас, безусловно, этот день независимости. Чем сегодняшний день особенен? Почему именно сегодня-то убили Пригожина? Кто-нибудь может? Да, Анна Ершова, самая внимательная зрительница, которая уже поняла, о чем речь. Нет, Энди, и, конечно, вы многие напишите, да, про два месяца, и Энди, и Ира. Но я имел в виду то, что написала Анна. То, что написала Анна. Это значит, Анна самый реально внимательный зритель канала. Расскажу, в чем дело. Да, конечно, два месяца ровно со дня мятежа Пригожинского, это правда. Но обратите внимание, Пригожин, я на это обращал внимание, выступил несколько месяцев назад с большим спичем, это было до мятежа, в котором он сказал, что если вот эти... Он тогда наезжал на сына Шойгу или дочку Шойгу и каких-то сыновей этих, чиновников и так далее. Он не помню, на сына Пескова он не наезжал. В общем, на разных людей он наезжал. Кричал, ругался, как всегда, дай снаряды, все такое. И в частности, в этом длинном заявлении, где он наезжал на всю российскую элиту, он сказал следующее. Он сказал, если вы этого не сделаете, то мы придем в Москву, мы, то есть Чуваковаг, и устроим, сказал он, варфоломеевскую ночь. Варфоломеевскую ночь. И у меня был стрим, или же не помню, или там эфир, который назывался варфоломеевская ночь. И мне еще многие указывали на ошибку, что пишется правильно варфоломеевская или варфоломеевская или варфоломеевская. И я никак не мог взять в толк, как правильно писать, а вы мне писали правильные варианты. Варфоломеевская ночь, сказал я тогда. Мы должны, говорю, дождаться варфоломеевской ночи и посмотреть, что произойдет. И я решил проверить, но я, честно, я наизусть не помнил, когда же вообще происходит Варфоломеевская ночь. Что это за ночь? Какого числа-то это Варфоломеевская ночь? Я тогда заглянул и выяснил, что Варфоломеевская ночь с 23 на 24 августа. Это сегодня, сегодня Варфоломеевская ночь, которую обещал Пригожин. Се-во-дня. Это каким пророком надо быть? Я сейчас про Пригожина, а не про себя. Чтобы вот так предсказать собственную смерть. Понимаете, он сказал... Все будет в Варфоломеевскую ночь. И вот вам Варфоломеевская ночь. Я тогда еще сказал, блин, это совпадает с Днем независимости Украины. И совпадает с полутора годами войны. И Варфоломеевская ночь. И все слилось в одной точке. И вот она, эта точка. Гибель Пригожина. Если вы думаете... Вот вы мне сразу сказали, что... Ну а что тут обсуждать? Сдох и сдох. И нет. Это процесс. Это тенденция. И процесс пошел. И не зря, не зря... Вот я сейчас все думаю. Все не зря. Помните, когда случился сам мятеж? У меня были еще такие подсчеты аккуратные. Один мой друг, как я сказал в эфире... Это не я сказал. Это он сказал. Он сказал в эфире следующее. И мы спросили, только что следующего какого-то экстраординарного события. Снова ждать долго? Он говорит, нет. Посмотрите, как все ускоряется. Вот оккупация Крыма. А потом вот через сколько времени начинается полномасштабная война. И проходит между этим 8 лет. А вот между началом полномасштабной войны и восстанием, мятежом Пригожина проходит уже не 8 лет, а год и сколько? И 4 месяца. То есть 16 месяцев. Я тогда взял и посчитал такую арифметику несложную. 8 лет умножить на 12 месяцев. Это 96 месяцев. А тут, значит, 16 месяцев. То есть ровно в 6 раз. И я сказал следующее, значит, в 6 раз быстрее произойдет событие. В 6 раз быстрее. Ну, согласно версии моего друга, должно так ускоряться время. А в 6 раз быстрее, чем 16 месяцев, ну это 2 с небольшим месяца. Ну вот оно. 2 месяца. И вот оно происходит. Что это за ночь в Варфоломеевской? Это ночь, когда какие-то гугеноты или гугенотов убивали, или гугеноты убивали там во Франции. Я в истории не силен, посмотрите. Просто с тех пор само выражение «Варфоломеевская ночь» вошло в, как сказать, вошло в обиход, как резня элиты. Мы устроим им в Варфоломеевскую ночь. Мы их всех вырежем. Вот в чем дело. Шетельман не знает, как пишется Варфоломей. Не, я понятия не имею, честно, простите. Матушка Игуменья спрашивает, знает ли, что это матушка. Вы-то матушка Игуменья, вы-то знаете, как пишется Варфоломей. А я-то даже не православный к стыду своему. Как же я могу знать, как пишется Варфоломей? Я вам слово «Муфусаил» на иврите могу написать, если хотите. А вот слово «Варфоломей» по-русски, ну, никак не напишу. Кстати, на иврите я вам «Варфоломей» напишу легко, потому что там «о» и «а», разницы-то нету, гласные не пишутся. Хе-хе. А по-русски я писать не очень силен. Много у меня орфографических ошибок. Итак, с правой рукой мы разобрались. Про «Варфоломеевскую ночь» я вам рассказал. Это потрясающее открытие. Сегодня, простите меня заранее, брезня католиками Гугенотов. Простите меня заранее, что если подтянутся еще люди, я повторю свой тезис про «Варфоломеевскую ночь». Но иногда бывает чем гордиться. Когда у тебя есть чем гордиться, когда ты выиграл золотую медаль в предсказаниях, когда ты стал чемпионом мира в предсказаниях, ты не можешь один раз ее показать и скромно убрать в карман. Ты ходишь с ней целый день на груди. Буду еще хвастаться, простите, заранее. Да, и голосуйте, конечно, по версиям того, что случилось с Пригожиным. Дальше смотрим. Борщ вам спасибо. Да, кстати, на борщ мы не зря собирали. Тоже, кстати, символика. Подумайте о символах. Пока о символах мы поговорим обязательно с вами сегодня. О практическом, политическом значении всего, что происходит. И военном значении того, что происходит. Но пока начнем шубчик, прибаутчик и символов. Борщ. Мы с вами собирали на борщ для ВСУ. Повар, борщ. Чувствуете? Повар, борщ. Вообще я задумался вот о чем. Я хотел начать свое... Думал, с чего начать стрим. Начал, как вы помните, с того, что выпьем манечока из сегодня. Мы напоминаем Пригожина злым словом. Но было у меня и другое. Другой текст в голове. Это на поминках по... Ну, как только похоронили господина Паниковского, если кто помнит Паниковского, то его вспоминал Бендер. Остап Бендер на похоронах Паниковского сказал траурную речь. Траурная речь его была очень короткой. Он хотел жить за счет общества, но общество этого не хотело. Вот я думаю, что мы можем повторить слова Бендера в отношении Пригожина, а не только Паниковского. И это будет ему лучшей эпитафией. Он хотел жить за счет общества, но общество этого не хотело. Да, вот совершенно верно Аланев нам говорит. Август не подкачал. Действительно, сакральный месяц. Причем, как отметили, вы знаете, в одном из эфиров, буквально вчера, не помню, кому я давал интервью, простите, их было много, но мне подметили следующее, ребята. Или нет, сори, это вы в комментариях, кто-то из вас написал, что когда мы с вами обсуждали, что же в августе случится в России, то мы выдвигали разные версии, проводили голосование, и у нас было 10 версий, 10. Одно из них, не помню, кто из вас выдвинул, было то, что мы сможем сбить российский стратегический бомбардировщик. Поздравляю, мы сбили два. Просто они не взлетели, мы их сбили коптерами, один на одном аэродроме, другой на другом, детскими игрушками. Мы уничтожили два стратегического бомбардировщика. Ахмих спрашивает, где опрос. Опрос мы проводим в телеграм-канале Штельман, который по ссылке в описании. Почему? Потому что там 10 вариантов ответа, а не 4, как в Ютьюбе. Иначе будет не очень интересно. О на Еврите пишется. Ну, когда пишется, когда не пишется. Вспомните, сколько вариантов, в которых О на Еврите не пишется. Есть миллион. Есть такая голосовка, такая голосовка. Поэтому все очень весьма, я думаю, по-разному. Ну, в Ршута Доар, скажем, в слове Доар пишется. А в каком слове не пишется? Ну, я сейчас лень вспоминать. Но я уверен, что я найду слова, в которых О не пишется. Осом. Кстати, вот осом. В слове осом не пишется. Ну, вот печенье в смысле, да, осом. Идем дальше. Это подарок ко Дню Харькова. Да, кстати, сегодня еще и День Харькова. Действительно, поздравляю всех харьковчан. Уверен, что их много. Я сегодня не в футболке Харьков, хотя у меня есть футболки из Харькова тоже. Но я сегодня, как видите, пришел в футболки с акулой. Это акула. Для чего это акула у меня? Расскажу вам. Вот Алексей Арестович, как бы это же акула Арестович, так называемая. Такой нравственный императив, что нельзя радоваться чужой смерти. Так учил нас Арестович. Можем ли мы сегодня радоваться смерти Пригожина? Я думаю, легко. Вот просто легко и без вопросов. Я опровергаю в этом смысле акулу Арестовича. Считаю, что можем легко. Мнение Михаила намного интереснее, особенно размышления о будущем. Да, фантазия о будущем – это мой конек. Чего уж там говорить. Кстати, если вы еще не видели сегодняшнее мое видео «Шатурман за сегодня», многие могли, конечно, пропустить. Вот я там тоже вспоминал Арестовича добрым словом, когда Ларс фон Триер, как вы знаете, высказался, как все подумали против передачи самолетов Украине. Он наехал на премьер-министра, своего датского премьер-министра, что она улыбалась, сидя в кокпите самолета, который передавался Украине. Ну, как бы в будущем будет передан Украине. Но я-то по-другому расшифровал текст Ларса фон Триера, известного мастера ужасов. Ну, не ужасов, а таких грязных фильмов, кошмаров. Я не знаю, как это даже назвать, черт возьми. Особенно дом, который построил Джек, если вы видели. Я думаю, что он имел в виду, что убивать россиян можно, которые оккупанты. Но не надо этому радоваться, не улыбайтесь. То есть он выступил в качестве Арестовича, а не в качестве врага народа, не в качестве Илона Маска. Михаил была уверенна, что вы выйдете сегодня прямо в эфир и ждала. Да, спасибо, Ольга. Я не хотел торопиться. Во-первых, у меня было одно интервью в записи, ну, только что для канала «Инсайдер», который завтра выйдет. Я решил не спешить. Мне нужно было дождаться. Знаете, хорошие новости должны отлежаться. Новости должны отлежаться. Знаете такую китайскую поговорку? В Китае говорят, что новости должны отлежаться. Потому что принцип китайцев в чем? Хорошие новости не испортятся со временем, а плохие новости могут оказаться неактуальными. Поэтому, когда китаец получает новость, он дает ей полежать в ящике почтовом, через пару дней открывает. Так, если это было плохое, ну, может, оно уже неактуально. А если это было хорошее, оно не прокиснет. Вот и я дал отлежаться, так сказать, этой новости. Не стал спешить сразу в эфир. Надо было прочитать всех. Михаил, я стал зависимой от вас, от ваших предсказаний и анализа. Живите долго и хорошо после войны. Спасибо вам, Гулан. Гулан, да, спасибо, что вы зависимы от моих предсказаний. А я продолжу. Продолжу. В разговорах-то здесь прям заслуживает вся эта история много. Правда, серьезно совершенно. Даже еще до версии не дошел, потому что в разных версиях это разные истории. Давайте сейчас поставим себя на место четырех интересных людей. Вы догадываетесь, про кого я говорю, когда я говорю про четырех интересных людей? Я говорю про премьер-министра Индии Моди, про лидера Китая Си Цзиньпиня, про президента ЮАР Ромофосу и про бразильского президента Лулу де Сильву. Давайте представим себя на их месте. Эти люди съехались в ЮАР. Я просто не знаю, они уже разъехались или нет. Простите, если я что-то напутал. Может, они уже разъехались, может, нет. Я не уследил. Так вот, вот они собрались вчетвером в ЮАР в Йоганнесбурге. Путин не приехал, потому что воровал детей, был на этом пойман, объявлен в розыск и не приехал. И они наверняка обсуждали Россию, в том числе, и всю эту ситуацию. Что они видели там, сидя в ЮАР? ЮАР. Во-первых, они все вместе смотрели по телевизору, вместе, прошу заметить, как индийская космическая станция лунная садится на Луну. Лунный корабль она называется на хинде. Не помню, как по хинде лунный корабль, но как-то она называется. И вот они это наблюдали вместе. Они наблюдали гибель России как великой державы и рождение Индии как великой державы. Одна космическая держава пришла на смену другой, бывшей в прошлом космической стране. Это стало очевидным. Накануне саммита БРИКС падает Луна-25, по причинам, которые я вам уже многократно озвучивал, не буду повторяться, эти причины весьма практичные. На Луну-25 потрачено в два раза больше денег, чем на индийский корабль, лунный корабль. В два раза больше денег. Примерно 150 миллионов долларов. Да, вроде бы много 150 миллионов долларов, но это меньше, чем один залп, который по Украине наносит своими ракетами Российской Федерации. И вот Индия взлетела, Россия упала и разбилась. Об этом они смотрели сегодня днем. До этого они видели вчера, кстати, да, вчера они наблюдали Путина, который ни человеческим, ни своим голосом с ними разговаривает. Ну, догадайтесь, что, наверное, вы можете себе представить, как эти люди. Поставьте себя на место. Это лидеры действительно больших стран, огромных стран. Лидер самой большой страны мира и Индии. Лидер второй экономики мира, Китая. Лидер самой, наверное, богатой страны в Африке, ЮАР. И лидер самой большой страны в Америках. Ну, в Южной Америке, да, в Южной Америке она точно самая большая. Бразилия, которая производит свои самолеты, вообще все, что угодно производит. Вот они сидят и видят, что в России повар Путина, его сбивая, самолет повара Путина, частный самолет, который вроде бы непонятно, сейчас выяснилось, что он летел вроде бы из Москвы. Но он же вчера был в Африке, да? Сбивают над Россией. И что они думают про Путина? Он вообще кто? Это с кем мы должны были сейчас сидеть на соседних стульях? А если бы мы реально сидели с ним, не дай бог. А если бы он сидел рядом, а в это время у него там в Москве сбивают частный самолет Эмбраер. И мы бы сидели рядом сейчас с ним. Господи, спасибо, что спас нас от этого. Они бы молились на Гаагу, понимаете? На святой ордер на арест. Я скажу, зачем мне ордер? Я согласен на медаль. Представляете, что произошло? Говорят, Вагнера выводят с Белоруссии прямо сейчас. Инна сообщает. А кто вывозит Вагнера с Белоруссии прямо сейчас? Вот в чем вопрос. Кто? И куда его вывозят? На чем его вывозят? Да, говорят, туда прилетел пассажирский этот самолет. Но в самолет, который прилетел за Вагнером, ну туда в аэродром прилетел, сколько поместится в самолет? Сколько-то сотен человек. А их там 10 тысяч. В десантный самый большой самолет помещается 200 с чем-то десантников. Ну хорошо, может их набили как афганцев тогда, когда эвакуировали Кабул. Но все равно представьте себе эту картину. Поставьте лайки, пожалуйста. Кто еще не подписан на канал Штурмана, если случайно вдруг вы не подписаны, очень рекомендую подписаться, потому что вот такие неожиданные стримы. И потому что у меня в голове просто сейчас каша. Извините, что я ее на вас вываливаю. Но что-то из этой каши точно пригодится. Итак, вот эти люди в Югангсбурге просто в полном от того, что произошло. И с кем они связались. Если вы думаете, что у Путина после этого остались какие-то союзники, те, кто ставит на него, то это неправда. Их не осталось. Где сегодня Путин, знаете? Был такой, я помню, грубо говоря, полуанекдотец, что ли. Такая каламбур в советское время. Типа про что-то там спрашивают. Скажите, а вы не в Курске? Нет, я в этом не Копенгаген. Шутили вот так. Так вот Путин в Курске. Путин в Курске о том, что сбили Пригожина. Только Путин в буквальном смысле в городе Курске сегодня и сейчас он в городе Курске. Но вот что удивительно. Путин почему-то оказался в городе Курске в 10 вечера. В смысле, новостные сайты российские в 21 с чем-то сообщили, что Путин в Курске. То есть он как бы, наверное, не собирался в город Курск, а потом оказался в Курске. Чего он не утром-то поехал праздновать? Вот что это за странная история, да? Что за странная история? Смотрите. Например, знаете, где был Путин сегодня ночью? Вот ночью с 22 на 23. А я знаю по официальной информации, где он был. Путин сегодня ночью встречался с Пасечником. Пасечников его, по-моему, зовут. Короче, гауляйтером Луганской области. И Белявским каким-то, я не помню, как его фамилия точно, простите. Ради бога, гауляйтера Запорожской области от имени России. Он с ними встречался ночью. Об этом сообщил Кремль официально. Ночью. Какого черта ночью? Как он оказался в Курске сейчас вдруг вечером? А типа они ночью праздновать решили 80-летие Курской битвы. Правда? Серьезно? Вот у вас в Харькове сегодня день Харькова. Вы праздновали его ночью или днем? Я думаю, что днем. А в Курске типа битва была ночью, что ли? Что случилось-то? Вы когда-нибудь видели, что торжественное мероприятие по поводу 80-летия Курской битвы проводилось в 9 вечера? Какого ляда, спрашивается? В темноте. Ну серьезно? Балецкий фамилия того человека, которого я забыл. Ну ладно, черт бы с ним. Скоро и его собьют. Кстати, интересно. Подводная лодка Курск. Как это смешно то, что вы сейчас написали. Боже мой. Путин снова в Курске. Так, подводная лодка Курск. Интересно, какого числа она вообще утонула? Я просто уже забыл. Забыл. Надо посмотреть. Я понимаю, что это было в августе. Но какого числа? Сейчас я залезу в Википедию, потому что сам я наизусть не помню. Ну, а, погибла 12 августа. Но какой символизм вы только что нашли? Браво, друзья мои. Как я вам благодарен, дорогие телезрители мои. Да, 12 августа она утонула. Но что снова Курск? Вот как мог Путин полететь в Курск? Вы понимаете? Это же про что? Помните иронию судьбы? Наверняка любимый фильм Путина. Таллизина там играет все-таки его любимая еврейская сионистка. И в этом фильме такая история с Лукашиным происходит. Он рассказывает своей невесте про прошлую, которая у него мелькала перед глазами. И он сбежал от нее в Ленинград. Помните? Это такая была история у него в жизни. Он ее рассказывает. А потом после бани по ошибке попадает именно в Ленинград. И когда он просыпается и понимает, когда ему говорят, что он в Ленинграде, он хватается за голову и говорит, боже, почему же я не улетел в какой-нибудь другой город? То есть, что именно в Ленинград. И вот Путин улетает именно в Курск. Но если вы мне скажете, что в этом нет символизма, то я Муамар Кандафи после этого. Понимаете? Путин улетает именно в Курск. Кличка Пригожина Курск? Я даже не знал. Можете изустричь с Пригожиным в Курске. Да. Но я не в Курске, если у них встреча. Википедия уже похоронила Пригожина. Ну, конечно, он умер. Но, понимаете, как интересно. Ровно два месяца, да. Давайте немного. Мы сейчас дойдем до версий. Дойдем до того, что в случае какой версии происходит дальше. Какие события будут разворачиваться. Мы сейчас свяжем всю эту историю с вчерашним, вообще-то, увольнением Суровикина. Не так много. Еще не остыл стул под задницей Суровикина. Правильно? Как вдруг новый командующий ВВС первым делом сбивает пассажирский самолет с Пригожиным. Оригинально. Правильно? Оригинально. Но я не раз уже рассказывал в разных эфирах, а сейчас я вынужден к этому вернуться. Вынужден к этому вернуться. У меня есть одна, ну такая, она конспирологическая версия, не имеющая большого смысла. Не имеющая большого смысла, но я не могу пройти мимо, как честный человек. Я вам говорил, но кто не знает, послушайте это очень коротко. За время, за эти два месяца после мятежа нет ни одного убедительного кадра, фотографии или видео, на котором был бы Пригожин. Ни одного, просто ни одного вообще. Значит, я уже говорил, что у нас был знаменитый последний кадр, где Пригожин в Ростове жмет руки и машет ручкой, так сказать, жителям Ростова. Это мы все видели. И это прямо же идеальный финальный кадр для фильма, после чего героя, но если бы это был фильм «Профессионал» с Бельмондо, то его джип взорвали бы на выезде возле цирка, правильно? Ну такое, гротеск, цирк. А нет, танк, танк, представьте себе, да, вот джип, он прощается, значит, со всеми машет, и вдруг танк, который пытается все это время вырваться из ворот цирка, все-таки вырывается и наезжает на его джип, и Пригожин гибнет под этим танком. Было бы красиво, но было не так, было не так. Дальше нам два месяца показывали, что Пригожин где-то есть, но это где-то есть все время было какое-то неуловимое. Фотография Пригожина в Петербурге, что он там садится в самолет. Садится в самолет Пригожин в Петербурге. Да он тысячу раз садился в самолет в Петербурге, правильно? Дальше. Какие-то несколько аудиозаписей, ну буквально две-три, причем не привязанные ни к чему. Да, это, конечно, Пригожин говорил, но что, там война продолжается, это опасно, важно, сделаем общее дело, бла-бла-бла. Ни привязки ко времени, ничего. Потом появляется самое странное для меня, когда у меня начали возникать подозрения. Вот это видео из Беларуси, где в Беларуси, значит, в Беларуси, в Беларуси, что начинается? В Беларуси, извините, у меня тут YouTube почему-то решил показать рекламу, я его остановил, чтобы он ее сейчас не показывал. Простите, ради бога, если он вам ее покажет, я не знаю, что я там не там, что-то я не там натворил. Это если вы его во время онлайн смотрите. Значит, в Беларуси в темноте Пригожин вещает своим там бойцам. В темноте где-то за городом. Какого черта? Какого черта в темноте? Почему за городом в темноте? Почему нельзя было нормально снять Пригожина? А как до этого? Сколько он воевал? Он начал быть публичным политиком в августе месяца 2022 года. В августе, когда он впервые выступил перед зэками. С тех пор его снимали десятки раз. Всегда удачно, с лучшего ракурса. Все красиво, все видно, все понятно. Четкая дикция, ни с чем не перепутаешь. И вдруг в темноте его не видно. Это что, расстреляли всех операторов? А почему Пригожин не застрелял этого оператора, который снимал его в темноте, как он воет на Луну? Что за чушь-то такая, подумал я. Так не бывает. Это какой-то абсурд. И дальше он снимается. Фотография появляется во время саммита в Африке. В смысле Африка-Россия. В Петербурге. Фотография в гостинице. Какая-то гостиница, где Пригожин так останавливался с каким-то, извините, афроафриканцем, с которым он раньше встречался. А потом, ну то есть это просто, фотография могла быть когда угодно, где угодно, какого угодно года. Ну и потом, наконец, вот это африканское шоу, которое мы с вами видели. Просто земля, просто Пригожин с автоматом. Какой черт он с автоматом? С кем он там воюет вообще? Мы видели, что он, как он ходил по этому самому, по Бахмуту. А тут что он с таким огромным автоматом ходит? Зачем? Где он там нашел игиловцев? А, кстати, он говорит, игил. Помните, он говорит, игиловцы. Какие игиловцы? Игиловцы уже давно перебили всех игиловцев. Это история, скольки-то летней давности, что за черт? И, кстати, они уже не ИГИЛ, а ИГЭ, исламское государство. А исламским государством Ирака и Леванта они назывались до 2015 года только. То есть какая-то чушь. Понимаете, какая-то чушь. Вот. И вся эта картина, я сразу говорил, выглядит у меня как фальшивая новая биография Пригожина. Но я не сказал, что он мертв. Я сказал, кто-то, это или сам Пригожин, или сам Пригожин создает себе фальшивый трек, вот фальшивую историю своей жизни, или кто-то создает его фальшивый трек жизни. То есть, например, Пригожина убили, а сейчас создают вид, что он жив зачем-то. Ну, например, хотят у контракупить сам Багнер, там все вот эти дела. Либо сам Пригожин где-то шнырится и создает себе фальшивую жизнь. Я не знаю зачем, ребят, не знаю. Но сегодня, конечно же, Пригожин мертв. Я вот не поверю сегодня ни в какие теории о том, что он жив и где-то прячется. Он сегодня мертв. Вопрос, умер он сегодня, или же он умер, может ли это быть инсценировка. Он мог умереть сегодня, а мог умереть два месяца назад, сразу после мятежа. И то и другое для меня равновероятно. Ну, в смысле, я не знаю когда. Ну, могли убить, положить в холодильник, все. Это что касается теорий того, что с самим Пригожиным. Но давайте поговорим о последствиях для мира, для Украины, для войны нашей. Вы спрашиваете, черный лебедь или нет. Вы знаете, кстати, снова могу возгордиться. Я сейчас так возгоржусь, что поставьте лайк, пожалуйста. Значит, когда-то Игорь Яковенко у меня спросил, я ему, вернее, сказал в своем интервью, что война закончится через черного лебедя. Он говорит, ну что ж, теперь просто через черного лебедя мы должны надеяться на чудо. Я говорю, нет, черный лебедь – это не чудо. Не надо. Вы невнимательно читаете книги. Я говорю, ну это я не говорил, Яковенко, естественно. Те, кто читает книги Насима Талеба и говорят, что черный лебедь – это чудо, они невнимательно читают книги Талеба. Они думают, что черный лебедь – это чудо. Нет. Черный лебедь – это результат накопившихся изменений. То есть накапливается, накапливается, бум, улетает неизбежно. Насим Талеб доказывает неизбежность появления черных лебедей. Неизбежность. И как ты будешь выигрывать, зная, что они прилетят. Ты не знаешь, в чем они заключаются. Но они точно будут. Вот неизбежность черного лебедя создаем мы. Украинская армия создает. Давление со стороны Запада. Санкции. Бардак в России. Даже либеральная оппозиция российская тоже вносит свой вклад. Вот все это вместе – это создает напряжение, из которого вылетают черные лебеди. И потом меня Игорь Яковенко спросил, а что по вашему может быть черным лебедям? Я сказал, Пригожин. Говорит, да ладно, а что Пригожин может? Я говорю, пойдет на Москву. Это я все сказал до мятежа. Ладно, я говорю, да, пойдет. И никто его не будет останавливать. Сказал я. Вот это я все говорил. Я не говорю, что он возьмет Москву. Я не говорю, что получится, но пойдет. И он пошел. Это я сказал, и он пошел. И вот Пригожин второй раз становится черным лебедем. Дважды черный лебедь, понимаете? Но дважды не считается. Дело в следующем. У Пригожина, как вы знаете, три звезды героя. Он герой России, герой ЛНР, герой ДНР. Так вот, я думаю, он должен трижды стать черным лебедем. Первый раз, когда он совершил мятеж. Второй раз, когда самолет с ним сбивают. Средь бела дня. А третий раз мы еще дождемся. Бог Троицы любит. Один раз не Пригожин. И все вот эти поговорки вы можете прекрасно с вами вспомнить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова